Galaxy или Colgate? Galaxy, потому что там моя фатка. Conor или Хабиб? Conor. Barcelona или Real Madrid? Real Madrid. Apple или Xiaomi? Apple. Семья или карьера? Семья. Cola или Pepsi? Cola. Batman или Joker? Joker. Гость или Queens? Queens. Metro или такси? Такси. Оптимист или пессимист? Оптимист. Спать или есть? Есть. Кошка или собака? Собака. Mercedes или BMW? BMW. Сын или дочь? Сын. Крафферс или Nestlé? Nestlé. Lada или Chevrolet? Chevrolet. Messi или Ronaldo? Ronaldo. Танцевать или петь? Танцевать. Raycon или Шахзода? Шахзода. Macro или корзинка? Macro. Paralich или самоубийство? Самоубийство. Eves или Lesales? Lesales. Feminizm или маскулинизм? Feminizm. Mini или Maxi? Mini. Город или природа? Природа. Трамп или Путин? Путин. Готовы ли честно отвечать на все вопросы? Да. Сколько тебе лет? 21. Какой ты национальности? Мама, тазишка, папа, узбек. Кем работаешь? Я блогер и у меня своя арт-студия. Чем ты лучше всех остальных? Не знаю, ни кем. Что ты делаешь не так, как все? Все. Какое у тебя было прозвище в школе? Кед. Из-за того, что у меня короткие такие волосы были, еще волосы густые, и вон там такие коротенькие волосы были, и все думали, что у меня парик и я кед. Сколько тратишь денег в месяц? Немного, вообще немного. Там 300, может 400 долларов или меньше. Только на такси, за еду, и все. Остальное все дарят, там, инстаграм. Сколько зарабатываешь? От 3 тысяч. Самый дорогой подарок от мужчины? Возможно, это машина. Три любимых модных... Ну, я не получу. Ну, ладно. Три любимых модных бренда? Я не трачу деньги на брендовые агенты. Сколько или что предлагали за секс? До 3 тысяч долларов. Ты обеспечиваешь родителей? Ну, я помогаю маме. У тебя есть машина? Нет. Какой у тебя телефон? Айфон 11. Это подарок? Это не подарок, я за свои деньги покупала. Веришь в гороскопы? То, что там в характере совпадают или нет, на вот это верю. А то, что там завтра у тебя вот эта фигня будет, на вот это нет. А в Бога? Верю. Веришь в инопланетян? Верю. Ходила к экстрасенсам, наводила порчу? Один раз ходила с подругой, когда у меня все жопа была. Ну, там, скажем, жизненные проблемы или там сложные ситуации. И тогда я с подругой просто за компанией и один раз. Но я больше эту ошибку не повторю. Женская дружба существует? Существует. У меня много подруг. Попадала в аварию по своей вине? Да, один раз. Дралась? Нет. Да, нет. Ну, да. Ты росла в полноценной семье? Нет. Когда-нибудь первой признавалась в любви? Да, была. Сколько раз тебе изменяли? Ни разу. Сколько раз ты изменяла? Ни разу. Ты предавала? Возможно. На тебя поднимали руку? Да. Подвергалась насилию? Ну, в общественном месте я дралась с мужиком, скажем. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Верю. У меня много друзей. Напивалась? Была. Употребляла наркотики? Я их продавала. Умеешь готовить? Умею. Я на курсы ходила. Думала о самоубийстве? Думала. Ты красивая? Я красивая. Какой у тебя есть комплекс? Нос и маленькие губы. Возможно. Но я устала. Я иногда устаю легкать. Любимое матершинное слово? Это единственное, что я говорю. Из-за чего обычно врешь? То, что я всегда опаздываю. Я очень не пунктуальный человек. И я всегда что-то придумываю. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? Десятка. Могла бы встречаться с парнем, у которого есть инвалидность? Возможно, нет. Имеет ли значение для тебя возраст парня? Имеет. Он не должен быть старше, на 10 лет старше или младше меня. С милым Раев-Шалаше? Да. Если парень напишет директ, ты ему ответишь? Нет. Сколько у тебя было парней? Три. Прямо серьезно хорошо. Смотрела порно? Следующий вопрос. Из-за чего хочешь уехать? Из-за менталитета наших там. Самое лучшее, что есть в Ташкенте? Флоп. Самое худшее, что есть в Ташкенте? Челандар. Давала взятку? Да, я хотела за деньги в универ поступить, но не получилось. Да, было такое. Я не с первого года поступила в АС. Я в Сингапурске хотела. А то все мне пишут, я за деньги поступила в универ. Но это не так. Как можно познакомиться с тобой? Никак. Количество подписчиков имеет значение для тебя? Качество больше имеет. Инстаграм приносит тебе счастье? Да. Накручивала подписчиков? Нет. Делала пластику лица или тела? Нет. Самый худший твой поступок? Обижала маму. И из-за меня, может, она плакала. Устала быть ходячей рекламой? Нет, я на этом зарабатываю. Чем больше реклам, тем лучше. Чувствуешь, что все видят тебе выгоду? Нет, я таких вообще не пропускаю близко. Ты сама ведешь страницу? Да, сама. Любимая мобильная игра? Home Escapes. Где там этот красивый дом строит. Какой ник у тебя... Не перебывайте, но я... Ладно, продолжайте. Какой ник у тебя в ней? А, Бруно? Что самое сложное в блогинге? Терпеть хейт. Как часто тебя пытаются взломать? Очень часто. Даже вот я вам недавно расскажу, один мужик, я, в общем, ему отправила в бумажке свой юзернейм, пароль одному пакистанцу. Настолько. Иногда я настолько наивная, реально. Не обещал галочку просто. Боишься, что за тобой шпионит? Да, каждый день. Каждый день. Я даже... Даже если в 7 или в 6 часов домой прихожу, я вот смотрю, я вот когда захожу в подъезд, я захожу, там, фонарь включаю. Или там с кем-то болтаю по телефону, чтобы если там кто-то думает. Или даже думаю, что может мне с ножом ходить, чтобы никто там ничего не делал. Даже вот телефон спрячу, сумочку. В общем, я боюсь. Очень сильно боюсь, да. Феминизм рулит? Да. Готова быть келенькой? Готова, возможно, да. Свобода женщин в нашей стране на каком уровне? Ну, в Ташкенте уже более-менее, но в областях это все шоу. Насколько сильно общество давит на тебя? Не знаю даже. Может, они меня никак не давят. Я уже как-то слишком пофигистично всем отношусь и как-то пофигистично. Для парни с *** это нормально. А для девушки? Это ненормально. Какие наши традиции устарели? То, что там вот эти роскошные свадьбы на 300 человек, Кирлин Салон, всякие вот эти тратят, то, что они там на то фига денег тратят на вот эти обычаи, вот это. Что не нравится в нашем менталитете? Ну, вот это все у меня. Много чего не нравится. То, что... Ну, это уже более религиозные вопросы, скажем. Не знаю. Ну, много чего не нравится. На каком языке думаешь? Я не думаю. Ни на каком языке не знаю. Не, честно, я об этом никогда не думала. Но даже когда думаю, я ни на каком языке не думаю. Ты должна быть правильной в Инстаграме? Да. Боишься осуждения мамы? Боюсь. Потому что... Ну, вообще нет. Мама меня вообще никак не осуждает. Но я знаю, что у нее есть знакомые. И завтра, когда она сядет за стол со своей подругой или там с кем-то, и она может там скажет, вот видишь, что я делаю. Точка там, как ведет себя в Инстаграме. Я вот от этого боюсь. То, что, возможно, ей будет стыдно за меня. Готова на обнаженную фотосессию? Нет. Можешь пройтись с парнем, взявшись за руку? Да. Ты плачешь за своих друзей? Я плачу, но я им потом говорю, чтобы в следующий раз сама не заплатили. Даешь в долг друзьям? Я, если уверена, что этот человек вернет, то да. Ну, раньше давала очень часто, и очень часто кидали. Из-за этого уже почти более такой... Занимаешься благотворительностью? Да. Чем ты готова пожертвовать ради людей, оказавшихся в нищете? Ничем. Они должны сами стараться. Первый, знакомилась с парнем, который тебе нравился? Да, бывало. Как часто тебе льстят? Ну, так, нормально, очень часто, можно и сказать. Сколько лицемеров в твоем окружении? Я таких людей не пропускаю близко вообще. Справедливы ли заработки блогеров по отношению к заработку обычного рабочего? Да. Ну, мы же тоже не с первого дня начали зарабатывать там деньги. У них же тоже какой-то рост идет, код за годом. У нас то же самое. Я помню, я тоже когда-то брала за рекламу там 50 или 100 тысяч. Ты принцесса? Да. 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 Продолжение следует...